Дорогой Владимир Владимирович! Уже почти год, как вы продолжаете много говорить за Одессу. Обзываю ее приличными словами, и маняв вытащенной из исторической могилы вывеской Новороссии. Так если вы сейчас хотите спросить у этого города за все, что происходит у нас в последнее время, то не спрашивайте. У Одессы всегда найдется, что сказать. Тем более, что она никогда не говорит против ветра. Цель они скажут за всю Одессу. Внутри дворика из Молдаванки и весь рибный ряд привоза просили передать. Вы уже много раз натерли нам мозоль своим портретом в вашем телевизоре, когда зовете Одессу вернуться в свой русский мир. Вы хотите сказать, что мы замерзли без вашего русского мира? Мы не только не замерзли, но даже не хотим кушать Тогер, которым вы кормите из телевизора свой народ. Одесса не хотела СНГ еще 23 года тому назад. Почему вы вдруг решили, что одесситы променяют теперь свои шансы поехать свободно в Израиль, Америку, или вообще в первую попавшуюся Европу на счастье сидеть под санкциями и вместе нюхать процветающего Нижнего Тагила, благоухающего Магнитогорска или прогрессирующего Саратова? Зачем одесситам идти в вашу новую Савдепию? Вот давайте порассуждаем из даже интереса. Торговать вашим газом и нефтью мы пройдем мимо. Разве мы станем жить в пределах Садового кольца? Или вы нарежете нам участков на Рублевке? Будем купаться в роскоши, как герои российских сериалов? Чтобы мы так жили, как вы там у себя в Кремле сидите и врете. Что же вы можете тогда дать Одессе, чего у нас нет? Сделать из нас курорт? Так вы уже сделали вчера курорт из братского Сухуми, а сегодня делаете такой же из Крыма. Одесса не хочет курортом в вашу Новороссию, будто таки боится конкуренции. Сегодня со стороны Сухуми, завтра со стороны Крыма. Мы всегда рады за ваших к нам туристов, но для этого совсем не нужно присылать нам бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки. И вообще, вся эта ваша идея за новый Советский Союз имеет такой запах, что бледный вид для нее звучит как комплимент. Вы у себя там устроили такой гвалт, что киевская хунта здесь заставляет нас говорить по-украински. Мы здесь как говорили по-одесски, так и будем. А если где-то в суде или на трибуне рады нас заставят давать клятвы на мове, то лучше мы в Украине будем по-украински говорить, чем в России по-русски молчать. Украина ведь живет в 2015 году, пока Россия, застрявшая в 45-м, упорно ползет в 37-м. Украинцы могли бы смеяться, что вы продолжаете называть их братским народом, но они негодуют. То, что все украинцы умеют говорить по-русски, а многие делают это постоянно, не означает, что они с вами говорят на одном языке. Русскоязычные украинцы говорили раньше на языке Булгакова, Воголя, Катаева, Ахматовой. Теперь им нравится язык Макаревича, Гафта, Рязанова, Басилашвили, Захарова, Волчих, Мехкова. И всем нам стало не нравиться, как слишком по-русски громко замолчал немцов. Одесситы говорят на русском языке Ильфа и Петрова. Смеются на языке Бабеля, вспоминают за старое на языке Куприна. Поют языком Утесова, грустят языком Жванецкого. Зато Россия ненавидит языком Жириновского, гадит языком Дмитрия Киселева, призывает убивать языком Дугина и Проханова, и лжет языком Путина. Наши русские языки, то теперь две большие разницы. И вообще, что вы так долго мучаете той многострадальный народ? Украинцы, конечно, носятся со своими петлюрой, вешают на столбах бандеру, но разве то от хорошей жизни они ищут воинов, а не мудрецов. Вы же устроили им вырванные годы. Уже 350 лет подряд евреи 20 веков бродили по миру, храняя и умножая мудрость, чтобы обрести на родине своих отцов государства. И сразу полмира захотело им это помешать. Так нахибаж вы мешаете сделать тоже украинцам? Как раз они наконец-то поумнели, чтобы стать свободными. Пусть ваши русские теперь завидуют молча. Вы там у себя аж вспотели от рассказов, что у нас тут сплошные фашисты, захватившие в плен братский украинский народ. За украинский народ Циля скажет, но мало. Разве может Циля знать за весь народ? Насчет фашистов вы таки правы. Их мы здесь давно не видели, пока вас не появилось. Особенно после возвращения Крыма в родную гавань. То был новый квартиран старой эфиры, что не захотела уезжать с детьми в Израиль, бы мечтала еще пожить в Одессе. Слышите? Пожить в Одессе, а не умереть в России. Это крымский татарин Осман. Он сбежал из Симферополя и сразу же записался в фашисты, после того, как на родину его предков пришло какое-то ряженое лампасное гамно и выдохнуло перегаром. Это наша земля, бля! Дед Османа, которого он никогда таки не увидел, 67 лет назад умер в казахской селке. После того, как в 44-м с ним уже боролись антифашисты. Осман решил, что еще хочет увидеть своего внука, поэтому бросил свой дом, учится теперь в институте здесь, а из фашизма только подрабатывает вкусными чебуреками на Таирова, угощая им воскресенье детей по всему двору. И это точно тот татарин, который лучше ваших незваных гостей в наколках и с нагайками. Если тот был вторым фашистом, то первым стал чеченец Адам с третьего этажа, молодой врач, который живет с матерью после переезда из Катыр-Юрта. Он не захватывал в 90-е больницу в Буденновске, а его отец, сельский учитель, не был террористом в отряде Хаттаба и вообще никогда не брал в руки оружие. Единственное заслуга Адама на службе у мирового фашизма было в том, что почти вся его родня, отец, бабушка, две сестры и маленький брат грудного возраста погибли в своем доме во время ракетно-бомбового удара вежливой российской авиации в ходе восстановления конституционного порядка зимой 2000-го. Не знаем, чем этот зуботехник может помешать вашей борьбе с хунтой, но он таки прямо заявил, если вы еще раз пришлете ему на голову свой самолет, то он первым пойдет воевать за Украину. За этими двумя фашисты повалили толпой и остальные, особенно наш седой грек Христофор с городоначальницкой, которому еще сам Леня, бывая на привозе, заказывал свежую камбал. Старый рыбак год назад ждал от жизни только хорошего Клева и даже немножко завидовал своему родному брату Шои Сартаны под Мариуполем, такому же седому греку Константину. Тот наивно уверовал в вашу русскую весну, стал ждать вашего личного визита к нему на свежий козий сыр и красное молодое, и чтоб вы верхом на стерхе. Первый раз стерх прилетел без вас, но вместе с бомбой в октябре 2014-го, и убил в Сартане пару людей. Вы окончательно лопнули Константину терпение, когда второй раз попали со стергоградом, уже в феврале ему прямо в дом и зажгли половину. С тех пор оба грека так и ждут, чтоб ваша русская весна хоть бы никогда не наступила. Проклинают бы им тот момент, когда нечаянно подумали за вас, хорошо, теперь Христофор ловит рыбу напротив 12-й станции фонтана, сушит ее в таранку и шлет брату, будто тот от горя даже перестал любить козий сыр и красное молодое. А со второй половины рыбы, что продает с базара, передает через волонтеров деньги карателям в правый сектор. Если этих людей стали фашистами, то как я не могу ими назвать коренных одесситов во втором поколении дядю Колю со всей семьей из пяти душ с улицы Спиридоновской, который каждый год в один ноябрьский вечер зажигает на подоконнике толстую свечу, вспоминая половину своих предков, потомков слобожанских казаков, что не пережила зиму 1933-го в Люботине под Харьковом. Из-за голода, что сделали им братские русские большевики. А те, что уцелели, сели на поезд и сумели добраться до Одессы, выжили здесь и пустили корни. С тех пор все хорам не любят ни большевиков, ни ваших русских. Что говорит за молодого Валю, сына Ольги Павловны, нашего золотого мальчика, через стену одессита в пятом колене, который с крестиком на шее мог договориться о взаимном и шефте даже с травином в разгар шабата, у которого еще в позапрошлом годе распальцованные бандиты, что были поставлены на Одессу вашим ростовским хряком Януковичем, отжали ресторан и всю хлебную коммерцию. И раньше Валя не только сам сытно кушал, но и честно кормил 57 его работников. А теперь он только кормит свою маму, что упала после такого здоровьем, топчет пороги в судах и звереет на бывшую власть. И лаз туда же. Тут не захочешь, так станешь фашистом. И начнешь одевать в приборы ночного видения бригаду морской пехоты, что бережет наш город от ваших зеленых человечков. Ну и последним фашисты записался по скайпу старый Йося Осип Давыдович, что давно греет своими костями в хайфе берег Другого моря. 70 лет назад он целых три года пролщавым юношей ловил на фронте свои два осколка. Первый под Киевом, второй под Краковом, с которым ему спас жизнь полтавский Кохол Клименко вытянув из-под обстрела ценой своей. Наверное, для того, чтобы потом Йося, работая инженером и даже главным конструктором на одном смешном почтовом ящике, мог слушать себе в спину не в Одессе и не в Киеве, а в московских министерских коридорах за жидовскую морду, что приехала со 101-го километра. Так старый Осип долго смотрел с нами на эти майданы по всей Украине и не понимал, зачем этот халлоемес. Но когда увидел, что среди фашистов таки много приличных людей, особенно Глузманов, Финбергов, Зисельсов, Ройтбурдов и тем более Кира с Мишей, тут чувствуя себя с ними заодно мечтав всей его жизни, когда же он услышал, ваши Владимир Владимирович, слова, что победу над Гитлером СССР мог бы одержать без украинцев, что уж тут говорит за наше племя, то просил вам передать, что на Гиеве не будет в телевизионной трансляции этого праздника, в котором до ваших ближайших союзников опустились Монголия, Зимбабве и Северная Корея. Так ряды одесской жидобандеры щели пополнились ветераном израильской военщины. А после всего же вы, Владимир Владимирович, сделали с Надей Савченко. Не только эти люди, но и вся Одесса не хочет ходить с вами по одному глобусу. Одна вдова бывшего следователя, капитана Евдокимова, недовольно бурчит на укропов, которые вылезли за эти полтора года по всей Одессе, как побеги молодой травы после рисного теплого дождя. Вспоминает за советскую власть, поставила ваш портрет в рамочку на труму. Но когда циля повела ее под общежитие юристов на Успенской, показала все окна желто-блакетных флагов, то даже этой унтер-офицерской вдове стало понятно, что ваша песня за пять СССР звучит как гимн импотентов. При коммунистах мы боялись жить бедно, при незалежной мы наконец-то стали бояться жить богато. Теперь боимся, что вы придете нас спасать от обоих. Глядя на то, как вы спасли Донбасс, Одесса уже берет разгон, чтобы получить такой же гембель на свой тухер за свои ежедения. Оно нам надо. Какие-то шлемазлы, которым вы нагрели уши своей пропагандой о великой России, взяли моду каждую неделю взрывать теракты. Если в Одессе они пока взрывают только дома, то в Харкове уже давно живых людей. И Циля имеет думать, кто они вместе с вами после этого, если не сволочи. Или? Циля не может сказать за Харков, но в Одессе таки точно. После каждого такого взрыва количество фашистов растет просто как на дрожжах. Оно вам надо. И после этого вы опять не устаете звать нас в русский мир? Одесса всегда готова вспоминать за русский мир до рибаса. Поблагодарить русского архитектора Деволана, снять шляпу перед русским родоначальником Дюком Ришелье. Вместе с ними вспомнить эпоху русской Екатерины, пусть даже она слишком сильно вздыхала на жеребцов, в том числе и Дуну их. Одесситы восстановили ей памятник не из-за того, что она разрушила казацкую сечь, а потому что город умеет помнить разную историю. Одесса всегда рада встречать гостей, принимать своих блудных детей, которые разъехались искать свой кусочек путешествия, кто в Америку, кто в Москву. Мы будем слушать песни Ларисы, смеяться над шутками Нуаны, Юры, Рома, Миши и многих других, позволяя им увозить этот смех в другие страны и города. Одесса с уважением вспомнит Славу, который снялся с 10 лучших фильмов. Отблагодарив за это, опять посмеется над тем, как его все эти годы угнетали одесские бандеровцы. Но для всего этого не нужно присылать нам автоматов с уголовниками, танков с кадыровскими убийцами и бомбы с гумком воями. Когда вы у нас предлагаете жить то ли в такой Новороссии, то ли сразу в такой России, нам уже настолько все равно, что лишь бы нет оба раза. Появилась Одесса благодаря России, а не Украине. Отстроилась и пошла в жизнь, но 200 лет назад Одесса отплатила России за добро по-настоящему, подняв ее с колен через главный черноморский Портофранко, сказочно обогатив при этом казну, пусть даже немножечко оставив себе на кармане. Но судьбы стран, так же, как и судьбы людей, пишутся на небесах, и поэтому сегодня Одесса – жемчужина Украины, которую она тоже обязательно поднимет. Володя, не считайте себя равным Богу, чтобы менять его планы. Вы сделали такой шумный гармейдер, чтобы мы бросились свергать киевскую хунту? Ради того, чтобы повторить судьбу освобожденного вашим русским миром? Донбасса, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии разбежались аж два раза. И перестаньте маться своими грязными руками тех, кто сгорел 2 мая. То сгорели не герои Новороссии и не ватники, то сгорели дети Одессы, которые еще мало видели жизнь. Они купились на ваших сладких слов, за которыми ненависть, шаминизм и смерть. Вы унесли их жизни, чтобы оправдать новые убийства. Спустя год вся Одесса будет плакать вместе над теми жертвами, потому что больше не хочет новых. Одессу уже когда-то совращали петроградские строители Совдепи. Одессе уже били морду православные русские черносотинцы, сначала и наглые чекисты, потом. Одессу уже взрывали гитлеровцы. Одессе запрещали открывать свою форточку в Европу, законопачивая ее под железный занавес советского мира. это плохо кончилось. Для тех, кто за щедрыми посулами творил Одессе больно, не делайте Одессе боль, тем более не делайте ей нервы. Лучше постарайтесь не бросать мусор мимо урны, не ссать в подъезде и поднимите наконец в России цельную наводку, протрезвевшие зададут вам много вопросов. И без Одессы. Дорогой Владимир Владимирович, чтоб вы были здоровы. Одесса таки всегда рада вас видеть, особенно лежащим в земле. Поэтому сделайте нам праздник и убейтесь об стену, можно кремлевскую. Мы обещаем плакать об вас целую неделю, но с музыкой и танцами. Не хотелось вас расстраивать, но у украинской Одессы все будет хорошо. Наши вам с кисточкой, картина маслом. Без уважения, но искренне чуть-чуть старая одесситка сингельшухер циля. Редактор субтитров А.Семкин